доброе утро всем солнечной греции мы снова на связи гуляем в нашем поселке полихронов халкидики погодка хорошенькая загорать можно купался уже раза 34 вода бодрящая очень классно спрашивайте меня что вечером холодно или нет вечером прохладно я вам скажу прохладненько надо какие-то спортивки иметь верх и низ в общем теплой кроссовки потому что бывают такие вечера что холодно сейчас прогуляемся немножко появились первые туристы первые туристы у нас появились это скопья болгария вот их уже их уже много видно по машинам проезжают в принципе активность идет вот куда мы сейчас направляемся вот в той стороне там большие большие такие апартаменты гостиницы вот и там уже есть заезды первые туристы вот тот угол оживлен ничего все потихонечку потихонечку восстанавливается люди расставляют набережную вон один дайвинг здесь постоянно он плавает занимается охотой собирает рыбу осьминогов что у нас у нас у нас ничего не изменилось магазине все потихонечку новую продукцию завезли я вам маленькие stories и снимаю показываю так что это небольшое видео для вас что что все хорошо сезон будет сезон будет люди готовятся море сегодня отлично что сегодня нету настроения хочется просто прогуляться как видите набережная такая половина открыта половина закрыта вот мы доходим до центральной улице и вот там вот на углу есть гостиницы большие идет только подготовка некоторые открываются там в конце месяца с 25 мая вот сегодня у нас пятница посмотрим как у нас будет по работе по идее должно быть что-то интересное сейчас пойдем до моего друга на кофе знакомый работает здесь рядом если он не заняты конечно вот еще одна геравика она открывается в час дня пока все закрыто у него вот о чем я говорил большие апартаменты вот тоже гостиница и вот прямо напротив этой гостиницы работает один знакомый у нас есть вот 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 Кафедаки Кафедаки или педаки ПОС ПАТЕ ХАЛЯ ДЕН' ЭКИ СУБЛИА ДЕН' ЭКИ АНТРОПО ДЕН' ЭКИ 1 МЕТРИО 1 МЕТРИО ТИ ФРЕНДИ ТИ ЕСПРЕССИО ПРЕНДО МЕЯ КАФЕДАКИ ПОЛЛИ ОРАЯ А ВТОЙ НЕ ВИДЕО ПОЛЛИ ОРАЯ ТОРА КОСТИЗИ ПОСОВА 1 ОВДОНДА 1 ОВДОНДА 1 ОВДОНДА 2 ОВДОНДА В ДРУГИХ ДВА ЕВРО СТОИТ КОФЕ А ЕСЛИ НА НАБЕЖНО ПОРАЛЛЕО ПОСОВАТЬ 4 ОВДОНДА ПОТИНОВАТЬ ПОРАЛЛЕО 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 4 ОВДОНДА 4 ОВДОНДА 4 ОВДОНДА 4 ОВДОНДА 4 ОВДОНДА 4 ОВДОНДА ТОЖЕ ВЫ БУДЕТЕ КОФЕ БРАТЬ ТОЖЕ ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВМ ПРИГОДИТСЯ ПИВО, НАПИТКИ ВСЁ ТОЖЕ ПОДОРОЖАЛО ПОРАЛЛЕО ПОРАЛЛЕО ЧАВТИ Получается, что продает мороженое, кофе, есть тиропиты, то есть утренние такие вкусные. И молочные продукты, так что заходите, друзья. Вот вам, дядя Никас, лакомтис. И всем удачи. Песла, посылочка для Никаса. Пошло килограмм? Пятеро килограмм, 40-минс. Протеинь? Протеинь и огур. Слушай, мягкий, ты и мягкий, и мягкий. Ха-ха-ха-ха. Хорош, очень хорошая. Пошло килограмм, не? Пошло килограмм, не? Пошло килограмм, не? Пошло килограмм, не много. Пошло килограмм, не много. Вот, пожалуйста, курьер заказываете, и через шесть дней вот пришла. Но летом всё это пьёт Григора. Нет. В заказе в категоре и я не купил. Нет, я не купил, потому что я не купил в Тесалоники. Ну вот сейчас в мае, 6 дней надо, чтобы пришла посылка. О, шесть. Калиорикс. Сейчас пока сидел кофе пил, мне такой задали вопрос, что вы думаете о украинских беженцах, как они себя ведут здесь и тому подобное. Вы знаете, слухов очень много, но на моем примере, допустим, там мои друзья приехали, родственники приехали, да, как бы каких-то инцидентов я не видел, не слышал. Историй много рассказывают, что да, какие-то там заварушки, драки бывают. Но это же как бы исключение, люди все разные и получается на эмоциях. Я не буду никого оправдывать, кто там прав, кто не виноват, кто виноват. Может быть и где-то есть какие-то инциденты. Допустим, на моей практике, вот когда это все началось, что я вижу в городе. В городе тоже очень много автомобилей на украинских номерах. Но чтобы такой был ажиотаж, били машины, там либо разукрашивали, я не видел. Если вы нормально, достойно себя ведете, то, соответственно, такое отношение к вам будет. А если люди, конечно, выпили там, либо гуляют где-то, потому что в Грецию, ну, я так думаю и считаю, что в Грецию приезжают те беженцы. Беженцы, это же не значит, что он бедный. Те люди, у которых есть деньги, вот, которые смогли выехать со страны. И, соответственно, они могут где-то выпивать. Русскоговорящих здесь тоже очень много. И вот получается с этого потом конфликт. Но еще раз скажу. Пока своими глазами я не видел каких-то конфликтов. Только слышал. Вот, посмотрим, как пройдет это лето. Я вас буду держать в курсе, если будут какие-то конфликты. Вот. Так, открылась у нас еще одна геравика. Молодцы, ребята. Так что вот вам ответ на ваш вопрос. Ну, все, думаю, на сегодня хватит. Мы прогулялись. Как видите, тихо, спокойно. Немножечко прибавилось туристов, конечно. Вот, не особо, но есть. Все, друзья, с вами была Солнечная Греция на связи. Ну, и до новых встреч. Пока.